Кинокарьера Артёма Артемьева началась в далёком 2003 году. Он начал сниматься в небольших ролях в телесериалах. Настоящая слава пришла к Артёму Артемьеву в 2007 году с выходом сериала «Татьянин день», в котором он сыграл Игоря Гонсалеса. В дальнейшем актёра пригласили сняться в фильмах «Преступная страсть», «Общая терапия», «Золотая страна», «Гром» и в других. Почти всегда Артём Артемьев играл небольшие роли, но они были яркими и запоминались зрителям. У актёра появилось много поклонниц, всё благодаря его внешности. Девушки писали письма, выслеживали его на улице. Это очень сильно давило на актёра. В 2012 году Артём Артемьев сыграл в лентах «Гром» и «Княжна из Хрущёвки». После этого он пропал с экранов. Артём видел себя в качестве режиссёра, но не смог воплотить мечту в жизнь. Внезапный уход актёра из кино встревожил его поклонников. Долгое время про Артёма Артемьева не было никакой информации. Лишь в 2021 году в шоу Андрея Малахова пригласили друзей Артёма. Коллеги-артисты, специалисты в наркологии рассуждали о нездоровом поведении некогда популярного актёра. Представленные в передаче «Переписка и документы» якобы подтвердили наличие больших долгов и плачевное финансовое состояние семьи Артемьева. Его жена якобы вынуждена была воровать еду в магазинах и не имела возможности оплатить услуги дантиста. Пара заявила, что их сыновья находятся в Америке. Интервью родственников супругов показало, что их родители не знают ни о свадьбе, ни о детях. В своём обращении, размещенном на личной странице в социальной сети, артист заявил подписчикам, что информация, представленная в передаче, ложная и порочит его семью. Актёр заявил, что на их жену и голоса были наложены другие. Съёмочная группа приехала к Артёму после его просьбы, но после актёр заявил, что никому ничего не писал и не просил помощь. Супруга актёра в телефонной беседе заявила, что он не болен раком, а на камеру рассказала обратное. Продолжение эта история не получила. Артём Артемьев рассказал, что 6 лет назад он начал снимать фильм «Расследование» и был отравлен. По словам актёра, последние 6 лет он восстанавливал здоровье и был прикован к постели, чем и объясняются изменения в его внешности. Многие уверены, что актёр и его супруга попали в секту. Из-за проблем со здоровьем Артём Артемьев не может найти работу. Ему с супругой приходится скитаться по знакомым, так как своего жилья у них нет. Сейчас актёру 50 лет. До начала актёрской карьеры Валерий Магдияш с красным дипломом окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище и служил на Дальнем Востоке. В 1975 году Валерий поступил в ГИТИС, а после окончания вуза начал играть в труппе Московского театра комедии. Много лет он проработал чиновником в Министерстве культуры, а в 90-х сделал карьеру театрального продюсера. Актёрскую карьеру Валерий Магдияш начал в начале 80-х годов. Он исполнял небольшие роли. Настоящая популярность к актёру пришла в 2006 году. Именно в тот год на экраны вышел скетчком «Наша Раша». В нём Валерий исполнял роль Таджика Джамшута и ряд других ролей. В дальнейшем актёра узнавали именно по этой роли. В образе Джамшута Валерий Магдияш выступал на различных мероприятиях и часто встречался с поклонниками. Известно, что за день съёмок в проекте «Наша Раша» актёру платили 1000 долларов. Узнаваемость благодаря телевидению на некоторое время подарила Валерию финансовую стабильность. К тому времени он уже имел однокомнатную квартиру в Москве и планировал расширять жилплощадь. Для этого мужчина откладывал деньги с разных проектов, однако жизнь в столице негативно повлияла на него. Актёр стал крупно тратиться на алкоголь и развлечение. Всё закончилось нападением преступников, которые нанесли ему серьёзную травму головы, а также украли документы и все деньги. Артисту понадобилось несколько операций для того, чтобы вернуться в прежнюю форму. В 2019 году в эфире «Пусть говорят» актёр рассказал, что перебивается случайными заработками и еле сводит концы с концами. Оставшись без жилья, он фактически стал бомжом, страдающим алкоголизмом. Несколько лет о судьбе Валерия не было ничего известно. В 2022 году в эфире телешоу «За гранью» общественный деятель Валерий Файкин поделился новостью о том, что неравнодушные к судьбе актёра попросили помочь ему. Позже сам Валерий Магдияж появился в студии. Он рассказал, что проживает в приюте для бездомных. Там он выполняет обязанности по хозяйству, готовит и убирает помещения. Иногда Валерий выступает в местных ДК и детских домах. Актёр мечтает вернуться в профессию, а коллеги помогли записать его новую видеовизитку. Также в сети есть неподтвержденная информация, что 72-летний Валерий Магдияж вернулся к нормальной жизни и преподает в детской театральной студии. В 2002 году актриса Юлия Захарова перешла из театра имени Маяковского в театр имени Гоголя и в тот же год начала появляться в кино в небольших ролях. В 2006 году на актрису обрушилась популярность. Юлия Захарова начала играть Лену Полено в российском телесериале «Счастливы вместе». Она исполняла эту роль до 2012 года, а также часто появлялась на театральной сцене. В процессе съемок в сериале «Счастливы вместе» и после них новых ролей актрисе не предлагали. Спустя 6 лет Юлия Захарова появилась в малобюджетном фильме «Водяная». Невостребованность в кино очень расстраивала актрису, а с 2020 года и в театре начались проблемы, ведь в то время был самый разгар коронавируса. В сети начали появляться сообщения, что актриса пристрастилась к спиртному. Некоторое время про Юлию Захарову не было новостей, но в сентябре 2023 года она дала о себе знать. Юлия Захарова устроила скандал на похоронах актера Вячеслава Гришечкина, пришла пьяной и нецензурно выражалась. Видео с актрисой быстро разлетелось по сети и вызвало негодование у публики. Коллеги и друзья Юлии Захаровой все списали на стресс, который она испытала после смерти актера, с которым дружила и играла в одном спектакле. Некоторые источники утверждали, что актриса страдает от алкоголизма уже много лет, а причина появления зависимости – невостребованность в профессии. В театре у актрисы мало ролей, а в кино ее совсем не зовут. По последней информации с сайта театра имени Гоголя, Юлия Захарова не числится в его труппе. Однако во многих городах можно встретить афиши со спектаклем любовничке, в котором актриса играет вместе с Кариной Зверевой, Сергеем Глушко и другими. Коллеги 43-летней Юлии Захаровой рассказали, что больше всего ее расстроили создатели телесериала «Счастливы вместе», которые не пригласили актрису вернуться к роли в новом ситкоме под названием «Букины». Многие поклонники творчества Юлии Захаровой поддерживают ее и надеются, что она вернется на экраны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова